Как всегда, начнем с победителей конкурсов. В гайде на Ло И победил Аргента, а в обновлении 1.4.80 Капустарник. Порадуемся за ребят и не забываем участвовать в следующем конкурсе. Надо всего лишь быть подписанным на мой канал и канал Голос Зверько, оставить осмысленные комментарии под этим видео и поделиться им с друзьями. Победителя я выберу случайно среди комментаторов, и он получит призы ценностью в 600 алмазов. Удачи в конкурсе! Мур, привет, друг, это Зверько, и обзор обновления 1.4.82. На канале уже вышли обзоры на нового героя Халида и ревор Клейлы, однако про Алукарда я хочу добавить. Мне тут дед подсказал про метки, которые Алукард ставит своей ультой. У Алукарда бонусный урон от пассивки по соло цели, теперь выглядит как вылетающий дополнительный урон. Если стоит группа целей, то пассивка не работает. Но стоит нам проклясть противника ультой, то герой с меткой получает дополнительный урон, словно это соло цель. Судя по комментам, некоторые считают, что это существенно усилит Алукарда. Я же скажу, анимация долгая, расстояние небольшое, а бонус сомнительный. Опытный мифик с виндрейтом от 60 среагирует уже на анимацию ульты. Прочие смогут догадаться прожать отскок даже после получения метки, чтобы разорвать дистанцию и выиграть время. Полный обзор реворков был вчера, посмотри после этого видео. Итак, с 1 июня доступен будет облик звездного участника на Иксборга. Fashion My Profession. От этого скина, наверное, наизнанку изворачивает тех ребят, которых бесит мой мур. Ха! Бенедетта. Герой пока еще на тестовом сервере, а обзор у меня на канале. Базовое здоровье увеличено на 50 единиц. Базовая физическая защита увеличена на 5 единиц. Пассивка. Теперь Беня исцеляется, если ударит заряженной атакой противника. А еще добавили индикаторы тайминга и направление удара. Исцеляется пока только от одного противника, зато ощутимое исцеление. Ульта. Увеличили длину и ширину навыка. Я думаю, ее еще будут апать. Чонг. Черный Дракон. Пока тоже на тестовом сервере. Первый навык. Немного изменили урон внешнего кольца. Теперь от 500 до 950. Зато дает два стака пассивки. Второй навык. Добавили бонус от предметов. Был 90%, будет 100% у заряженного удара. Ульта. В форме летающего дракона добавили урон, а вот неуязвимость убрали. Я же говорил, что это слишком имбово. Удар по врагу в этой форме стакает пассивку. Пассивка. Ослабили еще немного вампиризм. Был 25%, будет 20%. Ли Сун Цин. Изменили иконки навыков. Скорость базовой атаки увеличили на 3%. Что, по-моему, банально возвращает то, что нерфили пару обновлений сподряд. Добавили урон в первый навык. Хотя даже не написали, насколько добавили. Гататкача. Изменили роль на танк-боец. Пассивка. Конверсия потерянного здоровья в физическую защиту изменена. Вместо 2,5%, теперь только 2%. И максимальный лимит уменьшили. С 250 до 200 ровно. Второй навык. Немного продлили время провокации. Было 1,2 секунды, будет 1,5 секунды. Перезарядка навыка. Теперь 12 секунд на первом уровне и 10 на шестом. Изменили рекомендованные билды. Маша. Прирост здоровья уменьшили. Было 201, будет 156. Четвертый навык. Навык исцеления будет доступен после 3 секунд вне боя, вместо 5. Приятно. Быстрее активация, быстрее исцеление и раньше в бой. Не может такого быть, балемант. Второй навык. Усилили базовый урон к шестому уровню. Было 60-160, будет 60-185. Бонус от физатаки был 30%, будет 35%. Вот вроде мелочи, а приятно. Тамус. Стартовую физическую защиту уменьшили с 22 до 17. Ульта. Ранее хп реген был 3%, все уровни. Теперь постепенно растет от 2% до 3%. Тамусу ослабили стартовую игру. Клауд. Пассивка. Теперь обезьяна Декстер получает 35% в атаку от меча охотника на демонов, вместо 50%. Кимми. Первый навык. Расстояние стрельбы уменьшили на 10%. Грейнджер. Ульта. Длительность замедления после попадания уменьшили. Было полсекунды, будет 0,2 секунды. Кэрри. Прирост базовой атаки уменьшен. С 14 до 12,5. Ну неплохо так прошлись косой нерфа по популярным стрелкам. Ханза. Первый навык в форме демона. Бонус от физической атаки уменьшен. Был 100%, будет 60%. Я согласен с этим нерфом, потому что Ханза в правильной сборке выдает им невероятный дамаг. А мастера и град мастера плачут от педобиров на Ханза. И вновь изменения на поле боя. Лесные монстры. Нерф стоимости. Змеи и дракон получили минус 20% голды. Медведь минус 20% голды. Жук и мелкий жук минус 10% голды. Ящер минус 10% голды. Маленький краб плюс 100% награды золотом. Базовое хп плюс 20%. Миньон ближник плюс 20% голды. Осадный миньон на баллисте. Плюс 20% голды первые две волны. Кажется, будет упорно добив первых волн и лишь потом поход в лес. Однако подождем окончательных изменений. Деревянная маска. Бонус к бегу уменьшен с 15 до 10 единиц. Огненный выстрел. Уменьшили силу замедления с 60% до 40%. Магический бонус увеличили с 40% 160% до 45% 180%. Хотя не сказать, что он и сейчас-то слабый. Довольно популярный навык. На этом все. Обновление будет скоро. Если ты следишь за моими выпусками, то ты во всеоружии. А если нет, то подписывайся на канал и ставь лапку. Не забудь комментарий, чтобы поучаствовать в конкурсе. Если ты новичок в игре, я выпустил видео по всем атакующим предметам. Настоятельно рекомендую ознакомиться. Удачи, друг!